Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Каникулы для инвалидов и безработных. Принят закон о рассрочке ипотеки для тех, кто попал в трудную ситуацию. В гости к ветеранам отправились футболисты. Игроки клуба Сочи решили досрочно поздравить их с Днем Победы. А дирижер за роялем посидит. Сочинский симфонический оркестр готовится к концерту, где никто не будет махать палочкой. Планировали в Будапешт, а приехали в Сочи. Кубок мира по хоккею среди любительских команд нежданно сменил адрес. Глава региона проверил, как чиновники на местах выполняют поставленные им задачи. В Краснодаре сегодня прошел традиционный час контроля. Главный вопрос совещания – обеспечение муниципалитетов объектами спортивной инфраструктуры. В прошлом году на строительство спорткомплексов в регионе было выделено больше 800 миллионов рублей. Из них 109 миллионов не были освоены. В списке тех, кто вовремя не сдал объекты – Обширонский, Белоглинский, Услабинский и Кущевские районы. Вениамин Кондратьев поручил разработать в каждом муниципалитете конкретный алгоритм действий, который позволит уже в скором времени сдать спортивные сооружения. Ситуацию, когда в районах годами ждут открытия нового комплекса или бассейна, нужно менять в корне, добавил губернатор. Лучшие поселения Кубани назвали по итогам краевого конкурса. В нем оценивали эффективность работы органов местного самоуправления. Почетные грамоты из рук губернатора получили главы сельских поселений и городов Кубани. Торжественное мероприятие приурочено к Дню местного самоуправления, который отметят в это воскресенье. Система местного самоуправления Кубани – это 25 тысяч муниципальных служащих, депутатов и представителей ТОСов. О том, как люди меняют поселки и станицы, расскажут наши краснодарские коллеги. Вот так я себе все это убранство нашего парка и представляла. На самом деле нам давно хотелось здесь, чтобы была сцена для массовых мероприятий, чтобы были бы такие вот прогулочные дорожки. На месте этого парка еще год назад был заросший пустырь. Теперь здесь на радость жителям и детская площадка, и просторные зеленые зоны. Мало кто верил, что небольшой хутор, где проживает около тысячи человек, вообще сможет попасть в федеральную программу формирования комфортной городской среды. В успехе не сомневалась только глава западного поселения Ленинградского района Татьяна Шевченко. Леонидовна, как по свойски ее называют хуторяне, составила вместе с жителями проект парка, после чего инициативная группа отправила заявку на участие. Ну, никто не верил, что это будет у нас. Изначально, когда нам сказали, что никто не верил, что это будет у нас, потому что не в каждом населенном пункте такое. Ну, Леонидовна сказала, Леонидовна сделала. Когда ты глава поселения, не нужно бояться ответственности, рассказывает Татьяна Шевченко. Где-то надо быть строгой, а где-то по-женски проявить заботу. С жителями она всегда на связи, и с каждым находит общий язык. Вот она формула эффективного местного самоуправления. Мы находились местом, где они живут, и я всегда радуюсь достижению каждого нашего жителя. Сделали новый забор. Ура! У человека новый забор. Перекрыл крышу. Здорово получилось. То есть внешний облик, он же и складывается как раз из этих, казалось бы, мелочей. Всего в крае 25 тысяч муниципальных служащих, тосовцев и депутатов. С днем местного самоуправления сегодня со сцены Краснодарской филармонии их поздравили глава региона Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Губернатор подчеркнул важную роль, которую власти станиц, хуторов и поселков играют в развитии небольших территорий. Местное самоуправление – это не только права органов местного самоуправления. Ну и, конечно, ответственность. Огромная ответственность за принятые решения и результат. И это принципиально важно, чтобы сегодня те решения, которые руководители органов местного самоуправления принимают, они сверялись с интересами жителей. Но сколько эти решения нужны самому населению, которое проживает на той или иной территории. Это сегодня принципиально важно, чтобы все-таки праздник самоуправления местного был праздником населения. Но если они вовлечены и искренне верят в то, что их работа, их активность нужна местному самоуправлению, руководству того или иного района, станицы, хутора, села, поверьте, тогда мы на самом деле и добьемся и экономического результата, и по-настоящему участия жителей в местном самоуправлении. Можно с уверенностью сказать, что муниципальная власть – это надежная опора, мощная поддержка органов государственной власти. Муниципальная власть – это общественный институт, который нацелен на мгновенную реализацию запросов населения. При нашем общем взаимодействии, работе в одной команде мы сможем сделать наш край лучше. Именно местному самоуправлению сегодня отводится ведущая роль в федеральном проекте благоустройства городской среды. Только в этом году на Кубани планируется привести в порядок больше ста скверов, парков и дворовых территорий. На эти цели предусмотрено порядка двух миллиардов рублей. На активном участии муниципалитетов сегодня строится реализация национальных проектов. Перед регионом стоят большие задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Стратегически важно для краевых и муниципальных властей сделать так, чтобы жизнь в станицах и хуторах ничем не отличалась от крупных городов. Поэтому еще 23 миллиарда рублей направят на строительство новых дорог, ремонт школ, детских садов и поликлиник. Качество исповедения этих средств. Результат напрямую зависит как раз от территориальных органов местного самоуправления. Вот здесь не нужно быть равнодушными. Они должны быть активными. Они должны быть союзниками, я уже сказал, власти. Если вдруг какой-то социальный объект строился, а потом перестал строиться, то в первую очередь жители должны забить тревогу. Это принципиально важно. Самые главные наши союзники и основные это население. Это народ. Нам важно их сделать своими сторонниками. Сторонниками не начальники, подчиненные, не власть и жители, а все вместе одна большая команда, которая нацелена на результат. И здесь у меня огромная надежда на руководителей ТОСов. Огромная надежда на их активность, на их неугомонность, на их желание максимально сделать что-то для своей территории, для жителей, которые живут на этой территории. Лучшим руководителям по итогам краевого конкурса губернатора и председатель Заксобрания края вручили почетные грамоты и денежные премии в несколько миллионов рублей на развитие небольших населенных пунктов. Например, среди поселений с численностью жителей до 6 тысяч человек лучшей стала станица Бринковская. А лучшим районом-центром назвали Кореновск. Денежный приз получила глава западного сельского поселения. Сразу после праздничного концерта Татьяна Шевченко отправилась в хутор с хорошими новостями. Их парк станет еще больше. Вернусь в наш родной хутор Западный. Естественно, поделюсь большой радостью со всеми нашими жителями. И на те средства, которые мы заработали, мы достроим наш парк, наш центр хутора Западного. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах. К окончательному чтению документ претерпел ряд изменений. Теперь воспользоваться отсрочкой по выплатам смогут инвалиды и безработные. На время каникул выплаты по ипотеке можно уменьшить наполовину на срок от года до двух лет. Чтобы получить послабление, официально безработным нужно быть больше двух месяцев. Инвалидам первой и второй группы дадут каникулы, если их доход упал на треть за тот же срок. Кроме того, льготу предоставят гражданам, у которых стало больше иждивенцем. К таким относятся инвалиды первой и второй группы, а также несовершеннолетние дети. Закон определил и максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены ипотечные каникулы. Он не должен превышать 15 миллионов рублей. Таким образом, льгота не будет распространяться на обладателей элитного жилья. Еще один нюанс. Отсрочку дадут, если это единственное жилое помещение заемщика. Еще одно нововведение. В России ужесточили наказания для водителей, которые скрылись с места ДТП. Если кто-то из участников получил тяжкий вред здоровью, виновнику может грозить до 4 лет лишения свободы. Если в аварии погибнет 1 человек, от 2 до 7 лет тюрьмы. Если погибнет 2 и более, от 4 до 9 лет лишения свободы. Поправки в ближайшее время внесут в Кодекс административных правонарушений. До этого водители, которые оставили место ДТП, могли лишить прав на срок от 1 года до 1,5 лет или взять их под административный арест на 15 суток. Таким образом, водители, сбежавшие с места аварии, несли меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь. В Сочи проходят всероссийские учения спасателей. Тема – ликвидация последствий паводков. По легенде, после дождей поднялись реки, и необходимо срочно переправить людей в безопасное место. Для этого спасатели натянули навесную переправу. Задание ему сложнили. Переправить надо было и пострадавшего. Пришлось использовать специальные жесткие носилки. После эвакуации сотрудники МЧС потренировались быстро разворачивать палаточный лагерь для спасенных. Впереди у команд спасателей еще одно занятие. Теперь уже на тему лесных пожаров. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В Сочи продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Уже сейчас, задолго до праздника, готовы подарки для ветеранов. Желающих преподнести их, сказать слова благодарности за победу немало. Среди них игроки футбольного клуба Сочи. Спортсмены отправились в гости к ветеранам Адлерского района. Новенький телевизор с большим экраном, как нельзя кстати. Старый ловил мало каналов, да и экран был вдвое меньше. Футболисты не только преподнесли подарок, но и сразу настроили цифровое вещание. Теперь парад на Красной площади 9 мая Валентина Николаевна сможет увидеть на большом экране и в новом качестве HD. Ой, какая красота. Ну, попалывали на вы нас. Такие нужные подарки в этом году ветераны выбрали для себя сами. Мэрия выполнила их пожелания и поздравила каждого. В рамках подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по поручению главы города Сочи Анатолия Николаевича Пахомова проведено обследование ветеранов всех категорий. По результатам обследования выявлены потребности в замене сложной бытовой техники у 36 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Адлерского района. Помимо Валентины Николаевны, ценный подарок в этот день получила и труженица тыла Мария Муселимян. У 91-летней женщины сохранился уникальный снимок, сделанный перед началом войны. На нём беззаботная 9-летняя девочка Маша. Гордость родителей. Уже потом это фото висело на доске почёта рядом с фотографиями взрослых. А всё потому, что однажды, помогая маме на заводе, Мария перевыполнила план. Запомнилось женщине и то время, когда в районе Красной Поляны шли упорные бои Красной Армии с немецкими оккупантами, рвущимися к Чёрному морю. И через Красный Полянский перевал. Игроки футбольного клуба с интересом слушали всё, что рассказывала женщина. По их словам, такие моменты можно назвать прикосновением к вечности, когда историю можно узнать от тех, кто её прожил. Сегодня подарок ветерану футболисты преподнесли от чистого сердца. И это не последний адрес, который посетят игроки футбольного клуба Сочи. В канун праздника Великой Победы ни один ветеран не останется без подарка. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Но до Дня Победы в Сочи с размахом отметят праздник «Весны и труда». 1 мая на курорте по традиции состоится праздничное шествие. Оно стартует с площади Зимнего театра в 9.00. Участники пройдут по улице Театральной, курортному проспекту, улицам Паярка, Несебрской, Приморской до площади у Южного Мола. Команда молодёжи планирует транслировать праздничное шествие Сочи в интернете одновременно с 300 гаджетов. Создавать настроение по ходу движения будут музыка и спецэффекты. Завершит празднование 1 мая на площади Южного Мола большой культурный проект «Парад достижений». Он пройдёт с полудня до 16 часов. Здесь же будет работать ярмарка мастеров. В связи с празднованием «Дня весны и труда» в Сочи изменится схема движения транспорта. Так, с 23.00.29.00 до 13.00.1.00 будет перекрыта для проезда и парковки площадь Зимнего театра. С 7 утра 30 апреля до 6 вечера 1 мая ограничат доступ транспорта на площадь у Южного Мола. Также на время шествия будет перекрыто движение по курортному проспекту и прилегающим улицам. Для того, чтобы освободить от припаркованных машин улицы, задействованные в проведении первомайского шествия, 30 апреля и 1 мая в центре города будет усилена работа службы эвакуации. Изменения коснутся и общественного транспорта. Автобусы из Адлера в сторону центра во время шествия пойдут через развязку стадион по улице Транспортная к железнодорожному вокзалу. Автобусы из Лазаревского района будут следовать к вокзалу через спуск с улицы Виноградной на Кубанское кольцо и далее по Московской. Участникам и зрителям 1 мая рекомендуют планировать свои маршруты и заранее прибывать на праздник. Концерт без дирижера и военные письма. Сочинский симфонический оркестр готовится сразу к двум большим концертам. Сейчас в зале органной и камерной музыки идут активные репетиции. Худрук оркестра Антон Лупченко не за дирижерским пультом, а за роялем. Музыканты репетируют воскресную программу под названием «Концерт без дирижера». Сегодня такая практика мало распространена, а вот 200 лет назад капельмейстеры не дирижировали, а сидели за фортепиано либо играли на скрипке. Одним из первых палочку в руки взял Мендельсон в начале 19 века. Такой концерт, он, конечно, необычный, он не будет постоянной практикой, но он дает возможность нашим музыкантам немножечко более свободно отнестись к партитуре и немножко помузицировать, знаете, потому что все-таки дирижер – это диктатор. Мы на сцене в данном случае будем себя чувствовать, наверное, ближе к джазовым музыкантам даже, да, или, может быть, там, рок-музыкантам, когда музыканты ориентируются друг на друга, помогают друг другу искать краски прямо во время исполнения. Это немножечко импровизированный концерт. 21 апреля прозвучат фортепианные концерты Моцарта, Шумана, Чайковского и Шестаковича. Будет исполненный камерный концерт собственного сочинения дирижера Сочинского симфонического оркестра Антона Лупченко. А 8 мая в Зимнем театре пройдет музыкальный вечер, посвященный Дню Победы и 80-летию композитора Валерия Гаврилина. Сочинский оркестр вместе с хорами и приглашенными солистами Мариинского театра и театра Станиславского и Немировича Данченко впервые исполнит вокально-симфоническую поэму Гаврилина «Военные письма». Концерт пройдет в рамках проекта «Гаврилинский мост». Он объединит Сочи, Санкт-Петербург и родину композитора Вологду. Известные спектакли и бесплатные концерты. В Сочи впервые выступит Ивановский музыкальный театр. Руководители двух театров – Сочинского зимнего и Ивановского музыкального – уже договорились о предстоящих гастролях. Артисты известного театра представят в Сочи премьерные и любимые зрителями спектакли в жанрах классической музыкальной комедии – оперетты и мюзикла. Мы привозим спектакли такие, как «Мистер Икс», «Свадьба в Малиновке», «Алой паруса» и, конечно же, «Сильву», которую все ждут и всегда ждут от музыкального театра. И, конечно, открывать свои гастроли мы будем большим праздничным концертом. Хочу отметить, что нашему театру в 2020 году исполняется 85 лет, и Сочинскому зимнему театру – 80. Поэтому мы долго шли друг к другу, мы ни разу не были на гастролях в городе Сочи. И вот такое большое событие для нас, и, конечно, я думаю, для города состоится. Привозим в полном составе актерский состав, привозим почти в полном составе симфонический оркестр нашего театра. Хочу открыть такую тайну большим подарком. Я думаю, что жители это оценят. Конечно же, будут концерты симфонической музыки на крыльце Зимнего театра. Перед спектаклем. Каждый день. Гастроли Ивановского музыкального театра пройдут в Сочи с 23 по 27 мая. Кубок мира по хоккею среди любительских и ветеранских команд проходит в эти дни в Сочи. Среди участников был замечен и российский актер Марат Башаров. А кто сегодня вышел на лед дворца «Айсберг», узнаем у нашего корреспондента. Кубок мира среди любительских и ветеранских команд проводится раз в четыре года в странах Европы и в Канаде. И вот впервые в России выбран наш Сочи. Здесь, в Олимпийском парке, матчи проходят на семи катках. Задействованы два катка и на Красной Поляне. Игры идут одна за другой с 9 утра до 9 вечера. Промежутки между матчами 15 минут. Попал в Сочи в турнирный календарь совсем не запланировано. В прошлом году, в 2018-м, должен был проходить турнир в городе Будапешт, в Венгрии. Но, к сожалению, наши коллеги, венгерские друзья, не смогли его провести по техническим и финансовым причинам. И в спешном порядке турнир принимает город Сочи. Если раньше в Кубке мира принимало участие до 60 команд из Европы и Северной Америки, то в Сочи приехало в два раза меньше. В основном россияне. Из зарубежных только две команды из Латвии, команды из Донецкой Республики и отдельные игроки из Словении. Соревнования проходят в трех возрастных категориях. От 19 до 35 лет, от 35 до 50 и старше 50 лет. У нас много кто играет в хоккей. Ну и поддерживаем форму. Все-таки, если вы заметили, то у нас 50 плюс дивизион. Надеемся еще так и в 70 плюс поучаствовать. А чтобы дольше прожить, больше двигаемся, легче живется, все отлично. Среди игроков латвийские хоккеисты издалека разглядели российского артиста театра и кино Марата Башарова. Но это было накануне. Башарик там бегал, носился, молодец. На фигурном катании он учился, вышел на поле, что-то творил. Так что все в порядке. Башар, привет. А на льду тем временем продолжается борьба за неофициальный титул чемпионов мира. Турнир продлится до 20 апреля. Кстати, в Ледовый дворец Айсберг вход для зрителей свободный. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. 350 спортсменов собрал на центральном стадионе турнир по легкой атлетике. Первенство города Сочи – состязания традиционные. Они проводятся десятый год подряд. Посвящены соревнования заслуженному тренеру России сочинцу Борису Мордышеву. Борис Мордышев – тренер, известный далеко за пределами Сочи. Он воспитал двух олимпийских чемпионок. Викторию Гурову – участницу трехлетних олимпиад. И Викторию Таковую – ныне тренера сборной страны по бабслею. У нового поколения легкоатлетов Сочи такие же многообещающие перспективы. Многие ребята занимают верхние ступени пьедесталов на краевых и всероссийских соревнованиях. Одна из тех, кого тренеры называют перспективной атлеткой – Ольга Погодина. В свои 14 она сильнейшая бегунья в Краснодарском крае. Я в себе вижу перспективу, и не только я, еще и тренера. Но планы пока что в сборную края я хочу попасть. Допустим, если ты бежишь в очень сильном забеге, главное то, что ты не прибежишь первый, а ты побьешь сам свой результат. Я много читала про легкую атлетику, прежде чем сюда поступить, что все сосуды начинают более лучше работать, сердце начинает больше прокачивать крови. Что важнее – польза спорта или спортивные высоты – Ольга ответить затрудняется. Но результат забега сказал все за нее. Спортсменка сегодня побила не только свой личный результат, но и рекорд первого юношеского разряда. А это значит, что дальше краевой уровень. Первенство города на этот раз стало отборочным. Сейчас мы будем отбирать самых маленьких 2006-2007 года рождения. Они будут в следующую субботу-воскресенье выступать в Краснодаре на краевых соревнованиях Шиповка юных. А 10-12 мая сразу два соревнования пройдут в Краснодаре. Это Спартакеада Кубани среди юниоров 2001 года рождения и среди старших юношей и девушек 2002-2003 года рождения. Вот сегодня наш смотр легкой атлетики. Программа соревнований традиционная. Участники первенства прыгают в длину, толкают ядро, метают молот, бегают, преодолевают барьеры. И не только легкоатлетические. Этот вид спорта уверен и тренер, и помогает ребятам преодолевать и жизненные барьеры. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах новостей Сочи ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok